Знаете, я вчера на ночь ужастиков насмотрелась. Мне сегодня целую ночь, всякие страшилки снились. Страшилки? Богдан, вот ты зря над Николь смеешься. Почему это? Я как-то на ночь начитался страшных историй, а потом до утра уснуть не смог. Начитался? Ты умеешь читать? Я думал, что ты за компом только в игры играть можешь. Вам, девчонка, вообще в этом мире очень многое понять сложно. Ну, потому что, как это сказать? Вы немного глупее нас. Что? Девчонки, напишите ему в комментариях, кто умнее. Ну, реально, подписчики, напишите, кто умнее, мальчики или девочки. Стоп. Ребят, а вам не кажется, что из кустов какие-то странные звуки? Я ничего не слышала, может, тебе показалось. Да, ты не смотрела своих ужастиков, и теперь всего подряд шугаешься. Я точно что-то слышала. Ладно, Богдан, пойдем проверим. Меня что, мне ничего всех жалко? Давай просто отсюда уйдем. Согласен. А тоже Николь боится? Боится тут, походу, не только Николь. Нет, ребят, ну там точно кто-то есть. Побежали! Кто это такой? Без понятия, может, сбросить его чем-то. Может, курку банана ему подкинем? Я такой в фильмах видела. Он подскользнется и упадет. Ага, сейчас. Что? Откуда это у тебя? Послезавтрака осталась. Решил, что еще пригодится. Фу, как же это мерзко. Давай же, наступи, наступи. Да, план капкан, конечно. Придумай сам, раз такой умный. Давайте просто свалим. Еле оторвались. И чего ему нужно было? Не знаю, но можешь у него сама спросить. Что? Что? Что-то это мне совсем не нравится. Может, ты ему понравился? Ха-ха, Николь, очень смешно. Но это странно как-то. Смотрите, как он смотрит. Я бы даже сказал, калится. Как-то это очень странно. Может, мы себе накручиваем из-за разговоров про ужастики? Ну да. Может, просто совпадение? А мы уже человека в злодея определили. Давайте сейчас на счет три одновременно на него посмотрим. Зачем? Если это просто посторонний случайный прохожий, то ему станет неловко, и он отвернется. А с чего такие выводы? Ты что, детективов пересмотрел? Я просто разносторонний и личный. А по-моему, ты со всех сторон одинаковый. В смысле? Кругленький, со всех сторон. Я тебе сейчас как дал? Ладно, давайте проверим, вдруг сработает. Раз, два, три. Не, это вообще уже конкретно не окей. Ну да, даже мне неловко стало, а ему хоть бы что? Ребята, он точно какой-то злой ученый. Я вам отвечаю. А почему именно злой ученый? Откуда ты это взял? Женя, подумай логически. Посмотри, как он одет. Ты часто видишь людей в парке в таком странном белом одеянии? Может, он на Хэллоуин собрался? Головой думает. Да, тогда действительно странно. Ребята, я вам говорю, нужно сматываться отсюда. И как можно скорее? Ну что там? Он идет следом. Не оборачивайтесь. Пусть думает, что мы не замечаем, что он идет за нами. Он точно идет. Я это вижу. Так ты же не оборачиваешься. У меня хорошо развито боковое зрение. Но ты идешь к нему спиной. Ну, значит, спиной зрение. Или такого нет? Нет. Ну вот предчувствия у меня такое. Что делать будем? Нужно от него оторваться. Сейчас быстро делаем рывок и прячемся. Нам нужно от него оторваться. Нам нужно выиграть время. Ух, как бы получилось оторваться. Кто этот ученый вообще? И что ему от нас нужно? Может, хочешь подойти и спросить? Думаю, он явно не инстаграм попросить хочет. И что же делать? Не сидит же нам здесь вечность. Нужно бежать домой. Да, Женечка, детектива ты явно не смотрел. Домой ни в коем случае нельзя бежать. Почему? Потому что это будет слишком предсказуемо. И он нас там будет ждать. А если он не знает, где мы живем? И не будет там нас ожидать? Еще лучше. Тогда мы сами туда его и приведем. Еще и маму подставим. Это точно не вариант. А что, если разделиться? Хорошая идея. За тремя одновременно он точно не уследит. Вот только одно но. Что делать тому, за кем он побежит? Об этом подумали? Я могу его отвлечь, а вы убежите. А что же будет с тобой? Пришел мой час быть героем. Ну уж нет, Богдан. Это твой героизм. Нам потом как-то маме надо будет объяснять. Ну такой себе вариант. А что вы предлагаете? Что, если посидеть и подождать, пока он уйдет? Тут у нас точно не найдет. Ну да, не будет же он тут вечно сидеть. Кажется, его здесь нет. Думаете, безопасно и можно вылазить? Если бы мы действительно знали, что есть безопасно, то мы бы сейчас не прятались в кустах от сумасшедшего ученого. Интересно, что же ему от нас все-таки нужно? Так, была не была, вылазим. Я иду первым. Держись, Богдан, ты был моим близким другом. Был? Со мной еще все в порядке, а ты уже используешь слово был. Ну что там? Что-что, он нас там поджидает. Так, за мной. Ничего вы без меня не можете. Ты что-то придумала? Сейчас я это кидаю. И пока он отвлекается на шум, мы бежим в противоположную сторону как можно быстрее. Мне кажется, или подобный трюк я видел с собаками. Вдруг прокатит. У нас нет других шансов отсюда выбраться. Бежим на счет. Раз, два, три. Продолжение. А вы говорите, что как собака не прокатит. Просто это слишком просто и очевидно. Ученые так не мыслят. Да, именно поэтому это и сработало. Мозг ученых заточен на задачку посложнее. Главное, что мы выбрались. Он ждал именно нас. Ему конкретно от нас что-то нужно. Да, кажется, что он так просто от нас не отстанет. Нам нужен план, как его обезвредить. Мы не должны привести опасного ученого к нам в дом. Тогда мы будем сражаться. Знаете, может это все просто совпадение. Когда ты три раза не смыл за собой, это совпадение. А когда странный тип за нами гоняется по всему городу, это уже закономерность. Ну да, мы, конечно, с вами не всегда умом блещем, но не настолько же. Ну, а с другой стороны, сейчас мы тут сидим, но за нами, кажется, никто не следит. Я бы не спешила с такими выводами. Мне постоянно сейчас кажется, что на меня кто-то смотрит. На тебя смотрим мы. Может, в этом дело? Нет, я чувствую вмешательство из внешнего мира. Так, предлагаю немного успокоиться и пойти купить водички. Да, с этим стрессом во рту уже ужасно пересохло. Будто язык сейчас к нему присохнет. Может, в этом случае застанешь говорить меньше всякого бреда? Предлагаю немного отдохнуть и пойти пристись на лавочку. Хорошо. Как думаете, ему от нас нужно что-то конкретное? Иначе зачем ему за нами следить? Я читал, что некоторые люди могут специально за кем-то следить, потому что им нравится доставлять другим людям дискомфорт. А я читал, что у некоторых людей есть такая штука, как мания преследования. То есть ты считаешь, что за нами никто не следит? И нам это просто кажется, да? Не знаю, хотя мне нравится думать о том, что за нами никто не следит. Что нам это всего лишь кажется? Как думаете, для чего мы ему нужны? Наверное, это известный режиссер, который хочет пригласить нас сниматься в кино и решил понаблюдать за нами в естественной среде. Думаешь, с меня бы получился настоящий актер? Да, конечно, я так думаю. Все же известные режиссеры бегают за подростками в белом халате и с безумным взглядом. А может, это наш подписчик, который узнал нас и очень стесняется к нам подойти? Подойти стесняется, а бегать за нами нет. Как-то сам себе в таком случае противоречит этот подписчик. Ну, привет. Привет! Оставьте меня! Спасайтесь! Нет! Мы тебя не бросим! Я сказала, бегите! Что нам делать? Что он сделает с Женей? Может, нужно рассказать маме? Она же нас убьет, если все узнает. Звонит неизвестный номер. Я не знаю и не очень сильно хочу узнавать, что он с ним сможет сделать. Мы должны его спасти во имя в тифы и доты. Нет, маме мы точно рассказывать не будем. Сами справимся. Бери трубку, сделай нагрубку связь. Алло. С вами говорит тот, чье имя вам знать не надо. Мне поступила информация, что у вас, блогеров, имеется особый ген счастья, который заряжает позитивом любого человека. Мне он нужен. Немедленно. Ребята, сделайте все, что отбрось, пожалуйста, вытащите меня отсюда. Услышим, если через 40 минут вы не принесете мне ген счастья, то можете попрощаться с ним навсегда. И что же ты делаешь с ним? Прибьешь его? Нет, я ученый, а не разбойник. Просто я дам ему специальный препарат, который на всю жизнь сделает вашего друга несчастным. Он больше никогда не сможет улыбаться и радоваться. Все, я с вами свяжусь, сообщу место встречи. Ты это слышал? Бедный Женечка. Все будет хорошо, мы вытащим его оттуда. Ну как же мы это сделаем? Ты слышала, о чем он говорит? Ген счастья? Что это вообще такое? Где его взять? И с чего он решает, что он у нас имеется? Может, какие-то другие конкуренты с другого канала решили нас поставить? Но зачем же им это нужно? Как зачем? Чтобы не дать нам сосредоточиться на съемке ролика. Или еще хуже, подвернуться опытом и никогда больше не смеяться и не радоваться. Мы точно должны перехитрить этого злодея. Кто-кто обидит наших друзей, тому очень не повезет в этой жизни. Включилась суровая Николька, а это точно будет за нами? Погнали. Значит так, обсудим план снов. Мы берем эту коробку, в которой, по легенде, находится ген счастья. Очень уверенно топаем на место встречи. Убеждаемся, что с Женей все в порядке. Зачем передаем коробку? Хватаем Женю, связываем злого ученого, а дальше плат пойдет полная инкровизация. Главное, чтобы обмен прошел без происшествий. А мы точно туда пошли? Конечно туда, в максимальное неприятное место, как школьная столовка в понедельник. Может он заподозрил обман? Неужели мы могли кататься, что мы задумали? Исключено, коллега. Мы были очень тихими, когда обсуждали наш план. А один из нас вряд ли решил бы поставить другий. Так что ждем. Ну что, вы принесли то, что должны быть? Да. Тогда передавайте это сюда. Зачем вы бы хотели вернуть своего друга? Условия здесь ставлю я. Или вы мне пустую коробку принесли? Нет. Что же не сделаешь, не хочешь? Сейчас продольцы убить в наш план. Доверься мне. Я не понял, в коробке пусто? Вы что, собирались меня перехитрить? Вам это так с рук не сойдет. В коробке пусто. Но ген счастья это не предмет, который можно засунуть в коробку. Как же вы собрались мне его передать? Отпустите Женю и забирайте меня. Ген блогерского счастья находится со мной. Ха-ха-ха. Так и знал, что вы мне покоритесь. Маленькие, никчемные детишки. Забирайте своего вонючку. Победа уже в моих руках. Эй, почему это вонючку? У меня из-за тебя весь халат борщом воняет. Во-первых, не воняет, а бабушка. А во-вторых, бабушка тебя за такие слова на гречу бы поставила. Когда-то я был маленьким и умел радоваться, как все остальные дети. Я бегал, резвился у бабушки. Маленькое уточнение, а это твоя бабушка? Или может быть какая-то другая? Яга, например. Не перебивай, моя бабушка. Ладно, ладно. У меня было все. Но однажды я встретил страшную ведьму. Это реальная ведьма? Или тетка какая-то противная? Не перебивай. Просто у меня училка по матише, та еще ведьма. Так, я сейчас перестану рассказывать. Молчу, молчу. Она заколдовала меня. После этого я поклялся себе, что стану ученым и найду генсчастье. Достану его из жалких людишек, как вы, и выберу себе. А почему именно мы? Вы блогеры, самые счастливые люди. У вас есть миллионы людей, которые вас любят. Хватит болтать, давайте меняться. Ах вы маленькие гады, вам это так с рук не дойдет. Будете страдать всю свою жизнь, улыбаться рассыпчетесь. Да что вы так социкливались по страданиям? А вообще мне жалко очень ходить, тут глюка такая. Секрет нашего счастья в трубе, любви и занятии любимым делом. А не в каком-то выдуманном гене счастья. Вот это вы придумали, конечно. А без друзей и внутренней стабильности точно счастья не видать. Я думал, если вы мне передадите этот ген, то я смогу использовать его в своем опыте. И сделать зелье, которое сможет меня сделать счастливым. Вот дурашка. Поэтому и другие хотите несчастными сделать. Своего счастья на чужой грусти не построю. Ребята, что мы будем с ним делать? Предлагаю передать ему маме на один день на три воспитания. О, да. И полынуть получится и стирать. Особенно вам понравится мыть туалет. Получите столько счастья, на сколько я даже не рассчитываю. Алло, мам. Продолжение следует... Продолжение следует...